здравствуйте дорогие друзья я рад приветствовать вас на канале пар в рубрике честная покупка если так можно выразиться то предком современного аквариума был декоративный пруд с тех пор прошло очень много времени и в нашу современную жизнь очень плотно вошло слово на 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 технологии на на разработки на на аквариум в современном мире может сказать любой человек что такое на 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 это что-то маленькое естественно на на аквариум это аквариум маленького объема у меня в руках фильтр от компании акваэль под мини идеальный вариант для на на аквариумов о нем сегодня и пойдет речь внимательно посмотрите это видео ведь в этом видео я назову первое слово для розыгрыша для тех кто не знает скажу что канал пар совместно с компании акваэль будет разыгрывать много разных внутренних фильтров и возможно победителем станешь именно ты насколько мне известно понятие на на аквариум пришел к нам из морской аквариумистики когда аквариумисты любители стали запускать морские аквариумы объемом 100 литров и меньше однако сегодня когда говорят на на аквариум чаще всего имеют в виду пресноводный аквариум объемом в 50 литров и меньше зачастую от 5 до 35 литров естественно в маленьких аквариумах должно быть и оборудование очень маленькая его порой так и называют оборудование для на на аквариумов к нему можно отнести и наш фильтр под мини давайте откроем коробку и посмотрим что внутри но перед этим хочу вам показать что гарантия 2 года и производитель польша открываем коробочку здесь у нас очень много разных деталей про каждую из них сейчас вкратце скажу кстати говоря также в коробке у нас еще есть гарантийный талон когда будете покупать данный фильтр и вообще любой фильтр обратите внимание чтобы гарантийный талон был заполнен и стояла печать магазина это будет гарантия того что вам его точно отремонтируют случае необходимости или заменят если это брак и так что мы имеем мы имеем сам фильтр он уже на нем уже одета губка обратите внимание что здесь есть заслонка в дальнейшем я еще покажу как она работает она регулирует поток очищенной воды большой поток вверху маленький поток внизу либо полностью поток можно отключить также здесь есть переходничок такой на которой одевается сопла хочу также обратить внимание что сопла здесь неподвижное то есть его нельзя регулировать больше либо меньше но его можно хоть крутить в левую либо в правую сторону сюда мы одеваем трубку для подачи воздуха стоит обратить внимание еще на вот это вот отверстие потому что если вдруг воздух не пойдет не сразу это происходит происходит со временем вот здесь это отверстие нужно будет прочистить какой-нибудь иголочкой или палочкой одеваем дальше здесь на кончик одеваем регулятор потока такой вот небольшой регулируется просто нажатием лучше или чуть по вытащить его можно повернув крепеж одеваемся на резиночки присоски кронштейн на тот случай если вдруг присоски перестанут хорошо держаться на аквариуме самое плохое в этом фильтре что есть то что мне лично не нравится это то как этот крепеж одевается на данный фильтр для того чтобы водить нужно немножко помучиться с первого раза у меня никогда не получается его одеть так как эта рубрика честная покупка об этом факте я не могу не сказать но вот я сейчас мучаюсь и я дети мне к сожалению не получается если за аквариумом будет ухаживать ребенок то скорее всего одевать и снимать придется вам потому что ребенок точно с этой задачей не справится а для того чтобы в этом убедиться мы даже попробуем провести такой эксперимент и зададим эту головоломку вот сколько времени уже потратила до сих пор одеть ее так и не смог вот одел наконец то для того чтобы эта трубка не болталась она одевается вот сюда и и очень даже аккуратно смотрится это будет естественно висеть на стекле то есть крепеж будет двойной во первых будет висеть на стекле если позволяет конечно стекло и аквариум плюс будут еще висеть липучки по поводу потока воздуха чем глубже будет опущен данный фильтр в аквариуме тем слабее будет поток но также поток еще воздуха будет зависеть от того насколько забит фильтр хорошо мы его собрали можно подключать обязательно нужно погрузить под воду как его чистить что здесь вообще чистится но самое основное что здесь можно почистить это саму губку давайте снимем промываем ее под водой желательно в аквариумной воде это делать об этом говорил в прошлом видео соответственно можно также проверить отверстие чтобы оно было не забито и иногда иногда это не всегда нужно будет прочистить и роутер роутер находится внутри снимается он не очень просто здесь есть два паза на которой нужно надавить руками если пальцы слабые скорее всего у вас это не получится но в таком случае можно использовать какую-либо отвертку вот я ее снял ну и вот он сейчас попробуем достать сам ротор когда забивается нужно там внутри все это дело прочищать одевать надо правильно посмотрите внимательно на вот эту вот фигурку такая форме лампочки здесь она должна совпадать с ней то есть форма лампочки должна быть и здесь в противном случае не оденется одеваем до щелчка одели ну что давайте теперь позовем ребенка и попробуем дать ему задачку одеть этот фильтр на держатель который я честно говоря с трудом одеваю и снимаю с него теперь уже не снимается но по хорошему если говорить честно и откровенно то скорее всего при чистке аквариума у вас не получится прямо из воды его вот так вот легко достать придется снимать вместе с держателем одеть одели а вот снять у меня теперь не получается причем не получается совсем сняли фух ну что попробуем позвать ребенка смотри здесь держатель на котором держится сам фильтр видишь я сейчас снимаю смотрится руками я вот снимаю попробую его одеть здесь а а а а а а а наконец-то поздравляю ты теперь настоящий окуримец но вас дорогие друзья я хочу поблагодарить за теплый комментарий к прошлому видео давайте на них посмотрим несмотря на его маленький размер считается достаточно мощным фильтром еще бы ведь его заявленная максимальная пропускная способность достигает 400 литров в час в отличие других фильтров акваэль под мини не имеет стакана и многие аквариумисты ругают за это производителя считая что вытаскивая фильтр из воды весь накопившийся в губке мусор стекает обратно в воду но не нужно забывать что это фильтр для на на аквариумов а в на на аквариумах далеко не всегда живут рыбки сегодня в на на аквариумах зачастую заводят креветок по своему опыту скажу что креветки очень любят сидеть на губке рыться в ней искать что-то вкусное если на фильтре будет стакан то взрослая креветка туда не попадет а мелкие наоборот будут проникать под стакан и велика вероятность того что вы их не увидите вовсе ну и если вам реально хочется достать фильтр так чтобы с него ни капли не стекло воспользуйтесь пакетом одев его на губку перед тем как достать фильтр из аквариума губку на фильтре нельзя назвать мелкопористой соответственно процесс заселения полезными бактериями самой губки будет занимать больше времени а сама площадь для заселения будет меньше в принципе для небольшого аквариума этого достаточно но в любом случае если вдруг вы решитесь на мелкопористую губку вы всегда сможете ее поменять но не стоит забывать что промывать мелкопористую губку придется гораздо чаще особенно если в аквариуме будет гидробионтов больше чем должно быть то есть если будет перенаселение а перенаселение в домашних аквариумах встречая повсеместно смотрится оригинально и очень круто некоторым аквариумистам очень важно сколько потребляет аквариумное оборудование энергии если говорить про данный фильтр то он потребляет 4 ватта производитель указал на коробке что данный фильтр подходит даже для 120 литрового аквариума возможно это и так но не забудьте ему в помощь поставить внешник на такой объем невзирая на то что открыв заслонку поток действительно мощный кстати говоря поток воздуха также можно регулировать присоски которые идут в комплекте качественные очень хорошо держатся на стекле срок службы этих присосок примерно год после чего и следует заменить стоит сказать что комплектацию фильтром аквариум достаточно легко найти в отличие от других производителей тем более сегодня очень быстро развиваются интернет магазины и доставка даже до самых отдаленных уголков нашей страны если вдруг нет возможности поменять присоски не расстраивайтесь у фильтра есть кронштейн для закрепления фильтра за край аквариумной стенки мало кто им пользуется но вещь нужная в целом фильтром доволен свою задачу выполняет на 5 из 5 напомню о конкурсе мы разыгрываем этот фильтр и для того чтобы принять участие вам необходимо собрать фразу и слов готовы тогда записывайте первые слова пар аквариумистика условия розыгрыша просты розыгрыш внутренних фильтров акваэль будет проходить в сообществе акваэль вконтакте не забудьте подписаться ссылка на группу находится в описании под этим видео соберите кодовую фразу и слов которые будут озвучены в каждом выпуске в рубрике честная покупка на канале пар аквариумистика присылайте кодовую фразу и название линейки желаемого внутреннего фильтра от акваэль в сообщении сообщества акваэль вконтакте в течение семи дней после выхода последнего выпуска проекта честная покупка когда участник розыгрыша присылает верную кодовую фразу то сообщество акваэль размещает его имя и название выбранного им внутреннего фильтра в комментариях под постом о розыгрыше. 5 победителей будут выбраны с помощью генератора случайных чисел. На этом у меня все. До новой встречи на канале ПАР. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok